13 миллионов 400 тысяч рублей номер третий продано. Первый лот доля в здании на Советском проспекте 99А ушла по стартовой цене. За внушительную сумму продали 3,5 тысячи квадратных метров без борьбы. Все здание имеет назначение офисного помещения. И мы купили просто еще одну долю к своей уже существующей, имеющейся доле. На аукцион было выставлено 5 городских объектов недвижимости. Три из них потенциальных покупателей не заинтересовали, они в торгах не участвовали. Еще одно здание также на Советском проспекте, как и первое, ушло за начальную стоимость 12 миллионов 200 тысяч. Памятник культурного наследия регионального значения, как и многие здания на бывшем Воскресенском проспекте, превратится в рабочие кабинеты для офисных работников. Естественно, объект продали с особым условием охранять и сохранять для потомков. Большие ставки на нынешнем аукционе город делал на земельные участки с правом аренды. На них на три года. Ожидания оправдались. Все пять заявленных лотов удалось реализовать. Участки достались одной из строительных фирм города. Совсем скоро на этой земле появятся новые жилые дома. Борьба за аренду земли на улице Олимпийской развернулась нешуточная. На лоты заявились несколько желающих. Стоимость аренды первого и второго участков выросла почти вдвое от начальной. Особо жесткая борьба развернулась и за третий лот. В ходе торгов претендент на покупку менялся трижды. 1 миллион 610. 1 миллион 610. 1 миллион 650 тысяч. Номер первый продано. Получилось, что участок земли с правом аренды на три года, площадью чуть больше 3000 квадратных метров, ушел с молотка за 1 миллион 650 тысяч рублей. Размер годовой арендной платы вырос для предпринимателя почти в четыре раза. Ну, вы вспомните цену, которая была три года тому назад. То сегодняшняя цена смешная. Видимо, мы были готовы. В итоге предприниматель арендовал у города все пять предложенных участков земли на Олимпийской. Четыре достались ему в ходе аукциона, и пятую он получит как единственный заявитель на этот лот. Первые торги в этом году прошли хорошо. По сравнению с последними торгами, оживление оно налицо. Нам очень приятно, что первый блин, он у нас получился никомом. Я думаю, что оживление в течение года, оно будет определенное. В результате торгов городской кошелек потяжелел как минимум на 29 миллионов рублей. Чуть больше, чем через месяц, комитет по имуществу проведет очередной аукцион. Будут представлены земельные участки и недвижимость. Отдать с молотка городу нужно еще 30 муниципальных объектов.